День воскресный, день чудесный, а я вам приготовил новую, невыдуманную жизненную историю. Прямо сейчас мы отправляемся за МКАД, но не так далеко. Мы находимся в районе Люберец. Я вам показываю кадры с коптера. Некоторые новостроечки вам уже знакомы, мы здесь сюжеты снимали. Но сегодня мы приехали в гости к человеку, который переехал в Москву в 2013 году из региона. И вот его жизненную историю, я думаю, стоит послушать многим, в том числе и молодежи, и тем, кто постарше. Потому что она будет действительно необычная, человек творческий. Вы разделитесь, как обычно, на два лагеря. Кто-то его поддержит, кто-то скажет, что он все делает неправильно. В любом случае, он нам сегодня откроется и поведает свою историю из жизни. Сегодня я вас познакомлю с действительно колоритными персонажами. В судьбе и жизни которых, вполне возможно, кто-то из вас увидит отголоски своей юности или своих прошлых лет. Ребята, выпуск будет реально огонь. Поэтому приятного вам просмотра. Прежде чем мы начнем, я вас обязан познакомить со спонсором этого выпуска. И далее, не отвлекая вас, будем знакомиться и слушать их историю. Друзья, в последнее время я, как и многие, стараюсь начать хорошо разбираться в криптовалюте. Потому что сейчас она, ну просто на каждом шагу. И на сегодняшний день изучить, как устроен мир криптовалюты, не то чтобы неплохо, а реально необходимо. А все те, кто достаточно хорошо уже разбираются в криптовалютах, наверняка знают одну из самых удобных криптоплатформ для торговли Currency.com. А вот если вы, как и я, только начинаете в ней разбираться, вот эта криптобиржа вам отлично подходит. Потому что там есть отдельный обучающий раздел с полезными материалами именно для новичков. Простыми словами, все расписано. Активные YouTube и Telegram каналы с новостными публикациями и анализом рыночной ситуации. На криптобирже Currency.com предлагаются для инвестиций трейдинга известные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и многие другие. А прямо сейчас для новых клиентов криптобиржи действует рекламная акция. Приветственный бонус. Для получения бонусов в 50 токенизированных долларов на свой аккаунт, нужно зарегистрироваться, пополнить свой аккаунт на сумму не менее 20 долларов и совершить одну левередж операцию. Также продолжает действовать совместная рекламная акция. Пригласи друга, оба получите бонус. Самое время, чтобы начать. Ссылочку на Currency.com я оставляю в описании. Так что обязательно переходите и начинайте разбираться в криптовалюте. Сейчас самое время. Знакомьтесь, Дмитрий Фролочкин. Человек, который увлекается по жизни рэпом. И я думаю, даже сейчас через экран это уже чувствуется. Дим, прежде чем мы дойдем до всех историй, чем ты занимаешься, чем ты зарабатываешь, расскажи кратенько, сегодня тебе 31 год. Да. В 22 года ты переезжаешь в Москву в кармане с одной тысячей рублей и со сломанной рукой. Абсолютно верно. С чего вдруг, зачем, что дома-то не сиделось? 23 мне было, это 2013 год. Мы сидим с кентом, там буквально есть, не знаю, 2-3 тысячи рублей, сколько билета тогда стоили. Сидим, общаемся. У нас выбор опять, пустоту деньги потратить, купить себе что-то там, покушать, не знаю, на вечер пивка, пописать рэпа и убить день. Я говорю, слушай, нам хватает на билеты, еще штука останется. Я беру два, едешь со мной? Он говорит, да, еду. Он говорит, у тебя сломана рука, ты что там будешь делать? Я говорю, мы что-нибудь придумаем, решим. И так поехали, все, купил два билета. Слушай, Диман, 23 года, казалось бы, вся жизнь впереди, да, вот этот подрыв энергии. А ты, получается, закончил школу, какой-то институт, технику, куда-то пошел учиться? Закончил школу 11 классов, я поступил на заочку, Волжский политехнический институт, экономика, управление на предприятии химической промышленности. Начал работать сразу. А где я начал работать? Начал работать я в фирме у своего отчима, проходил все ступени. Я начал с разнорабочего, то есть сделал все, что надо было там на складе, по участку и так далее. Потом я стал грузчиком, потом я стал сборщиком пластиковых окон, потом я стал менеджером коммерческого отдела, у меня уже в подчинении были люди, так потихоньку рос. Ну и что, смотри, получается у тебя у отчима своя фирма по производству окон? Да, полностью. Казалось бы, ну вообще шикарно, что тебе, начинай работать постепенно, развивайся, может быть, какую-то свою подобную фирму откроешь, как это, собственно, часто бывает. Что не понравилось-то? Во мне творческая натура очень сильно жила, так сказать, себя хотела реализовать, и для меня было важнее реализовать себя в творчестве, нежели построить себе хорошую карьеру, да? И я уперся в потолок, мы писали много песен, около 50 у меня выпущено, в то время мы их выкладывали только в ВК и давали гастроли по всей Лагоградской области. Максимально забивал плотно свой график, чтобы пятница, суббота, воскресенье мы где-то выступали, а в течение недели мы писали новые треки, посещали студии. Это я совмещала с работой, и для меня было это важнее. Я уперся в этот потолок, и дальше все, мне некуда. То есть я правильно понимаю, что ты больше хотел как раз именно по рэпу зарабатывать вот именно рэпом. Да, да. Слушай, Волжский это сколько километров от Москвы? Тысяча километров. Тысяча километров. Вот в этом городе, с точки зрения, ты говоришь, гастроли давал, ну и сколько вам приносило эта деятельность? А это ничего не приносило, мы просто с этого кайфовали. Ну как это, за респект? Да, 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 за респект. Пять дней у нас есть на подготовку свежих треков. Примерно пятница, суббота, или воскресенье по-любому назначено какое-то выступление, клуб, я не знаю, бар, что угодно. Пробивались как могли. За эти пять дней мы все готовили, репетировали каждый день, и выходные давали концертские маленькие. Я хотел жить за счет рэпа. Вот такая вот была мечта, да, чтобы просто жить за счет рэпа. О Москве тогда я даже и не думал. Но там мне не приносило это дохода, да, и я хотел сделать так, чтобы именно рэп, то, чем я занимаюсь, приносило мне денег. Слушай, расскажи, куда вы приехали, кто вас встретил, где вы начали жить, ночевать, работать, как это происходило? Сели мы на нашем вокзале Волжске, доехали до Павелятского вокзала, вышли, встретил нас как раз Дима Челл. Сегодня он будет в сюжете, получается. Что стоим, не знаем, что делать, тысячи рублей в кармане. Пробили хостел самый дешевый, по 200 рублей, это была станция метро Киевская. Еще подъехали туда, я вижу гостиницу Рэдисон, европейский, стеклянный мост. Я еще помню такой, говорю, да мы можем прямо в этом мосту жить стеклянным, это же круто. Я такого вообще не видел, у нас стоит двухэтажки, там трехэтажки, пятиэтажки. То есть контраст, вот этот вот, несмотря на то, что это 10 лет назад было, ну прям вау. Я его помню до сих пор, эти ощущения, да. Ну надо жить, надо работать, мост стеклянный денег не даст. Куда пошел? Куда пошел? Ну я по нему со сломанной рукой могу раздавать только листовки, промоутер, да, это вроде называется. На Курский вокзал я пошел, нашел скупку, им как раз требовался промоутер. Повесили на меня плакат, спереди, сзади вот эта картонка, сломанная рука, левый раздаем листовки. Помню был мороз, очень сильный снегопад, купил всю маску с глазами и рот проездный. И с одной стороны меня гоняют менты, нельзя там ходить в этой маске, ты на террориста похож. Иду в переход раздавать, там какая-то охрана перехода, здесь нельзя раздавать. И вот все они меня гоняют со всех сторон, а мне заработать хочется. Моя ставка 500 рублей в день. И значит, если, допустим, я тебя привожу скупку, ты продаешь свой телефон, мне 5% начисляет. Либо покупаешь телефон, мне тоже 5% начисляет. Ну и что, приносил это каких-то денег или это как? 500-1000 рублей. Ну смотри, 500 тысяч рублей минус 200 сразу за хостел. 400, я сейчас за кента платил. А он что, не работал? Не работал. Не вставали мозги на месте, я верил в него. Короче, вы приехали, ты двигался, а он ждал тебя, пока ты подвигаешься. Да, да, сидел в хостеле просто, знал, что я оплачу, кормил. Ну я как бы верил в него, да? Так и жили, красная цена наша любимая, еда была, я помню. Насколько я знаю, когда у тебя выздоровела твоя рука, ты пошел работать официантом на Арбат. Да. Вот официантам на самом деле в Москве, что сегодня, что тогда, всегда так в принципе хорошо платили. Особенно, когда ты приезжаешь из региона, там не знаю, студентов, ну первые деньги вот эти наличные, чаевые. Это прям сразу вау. Сколько там тебе удавалось зарабатывать вот в этом ресторанчике? На двух до семи тысяч вот так вот. В день? Да, да. Это с учетом того, что выход плюс еще чаевые, правильно? Выход плюс чаевые, нормально общаюсь с людьми, за всю историю, пока я работал официантом, ни разу у меня не было ни одного конфликта. Обслуживал нормально. Слушай, Диман, ну это как бы на самом деле так-то нехило, потому что если посчитать перспективу за месяц хорошенечко поработать, тебе торопиться-то некуда. Как бы молодой, что, работай, занимайся. Сколько там, вот плюс-минус в месяц тогда вот у тебя удавалось тебе сделать? Наверняка же помнишь? Не помню, честно, не могу тебе сказать. От двух до семи вот так колебался день на двушку, всегда уходил. Но при этом вы и так и продолжали жить в хостеле или вы потом куда-то перебрались? Комнатку сняли. Комнату? Да. С тем же самым другом, с кем ты приехал? Нет, вот с Димой Челом, который будет сегодня в сюжете. С которым сегодня? Да, да. Соответственно, сколько ты проработал в ресторанчике? Двое-что месяца три. А потом? Короче, вахта появилась такая, в Кремле работать, в подвале, рушить подвал. В Кремле? Да, да, в Кремле. Которая на Красной площади? Которая на Красной площади. Вот, мои ребята с Волжского начали работать там, и я тоже хочу на эту вахту. Меня просто заселяют в общагу, но там долгая волокита с документами, туда тяжело попасть, там все эти службы, проверки, да, чтобы просто туда войти. И по итогу они завершают вахту, и я там не начал даже работать. Но тут же эти работодатели предлагают нам вахту в Заветах Ильича. Пушкин и город, станция Завета Ильича. А что нужно было делать? Слушай, я заливал бетон, мы новостройка, я делал стяжку, я делал стяжку, я не умел, научился делать ее очень хорошо. То есть, подожди, строилась новостройка, и ты там заливал стяжку? Стяжку, да, заливал. Не умел, но научился. Я научился быстро, все хорошо. Я помню, что приехала комиссия, они такие, вот кто это делал, позовите его сюда. Я думаю, ну, сейчас втык получу. Руку мне жмут, говорят, тебе лично премия. Ну, я боялся, волнительно, я все прям вот это подробно, все потихонечку, ответственно, делал хорошую смесь вот это. Внизу там просто, помню, работали ребята какие-то, они высыпают, воды вылит, фун-фун-фун на месте размешают. Я же все там миксером, все правильно, вот это выложил, все ровно. Короче, соблюдал технологии, и это тебе аукнулось. Это мне аукнулось, они сказали, что дадут премию. Дима, а сколько вообще изначально обещали за эту работу? Какой там должен был быть график, там месяц через месяц, зарплата 100 тысяч или как, сколько? Ну, слушай, полтинник нам сказали, оклад будет, да? Ну, естественно, 6 дней в неделю мы работали, в воскресенье мы давали отдохнуть. Ну, здесь была наша общага, вот здесь там дом, который строили, то есть рядом прям шаговые доступности. Ну, еще мне сказали, дадут премию. То есть изначально тебе эти условия заинтересовали? Заинтересовали, да, но схватиться вот как-то дальше, да вот. А чем кончилось дело? Чем кончилось дело, пропало начальство, пропали бригадиры. Последний раз там привезли, может символически, по тысяче рублей дали. Мы поставили мешок картошки, сушеной рыбы, вяленой, я не знаю к чему. Ну, естественно. Таранка, таранка даже. Ну, вяленая рыбка всякая, да? Вот так прям мешок стоит, вот этот большой. И мешок картошки. Вот это мы все кушаем. У нас бригада, 17 человек, все с моего города Волжского. И больше нечего кушать. То есть вас скинули? Да, скинули. И денег вам не дали? Слушай, когда-то дали, может там через месяца полтора, после этой вахты, 17 тысяч рублей я получил. Но не в тот полтинник, который тебе обещали? Нет, еще плюс премию обещали, я думал, 1070 я получу, да. Слушай, ну вот в таких условиях-то нехило, да? Да, тяжелый был труд. Я помню, что на 16 этаж, три дня, я таскал сам ведре, сам цемент. У нас даже не было лифта, ничего, да? Потом уже сделают подъемник. Вот в этот момент, Диман, ну не было вот этой мысли, знаешь, вот у нас в сюжетах постоянно люди говорят, вот у кого что хорошо, то вот папа помогут. У тебя была возможность, прыгни ты на эту электричку, уедь домой, работай у отчима, занимайся, квартира, живи, ну в удовольствие. Нахера тебе это надо было? Какие-то стройки, какой-то полтинник, на что-то рассчитывал? Не было мысли-то вернуться? Не, я не хотел возвращаться, хотел здесь закрепиться. Реализовать. Вот моя мечта была, она просто маленькая была, повторюсь, да, мне хотелось жить в другом городе, не в Волжском, в Москве желательно, и жить за счет рэпа, доказать самому себе, что это можно, и другим, в принципе. А вот я знаю, что у вас там парень был, один в вашей бригаде, которому было, если не ошибаюсь, 18 лет. Да, да, самый младший. И вот ему прям было тяжелее всех. Ну да, мы все равно. Он, можно сказать, немножко дал слабину, и что он вам сказал-то? Идите попробуйте почитать. Ребята, у вас широкая трикография, вы умеете, да, у вас большой опыт, рядом электричка ходит, там есть и баянисты, и гармонисты, и гитаристы, они зарабатывают, дайте попробуй. Мы сразу с Диманом сказали да. А третий, с кем мы двигались, вот в команде именно по рэпу, он такой, не, 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 пацаны, это стрёмно, это не мое. Типа не буду читать рэп в метро, там, в электричке не буду, да. А мы с Диманом, не, вообще не вопрос. То есть вам примерно по 25 лет, плюс-минус. Ну да, да. Ну плюс-минус. А этому парню 18 лет, и он такой, как бы, парни, давайте-ка, вы знаете, куда, у электричку я есть, хочу, ближе. Да, да, да. Ну примерно так и было, ему было тяжело. И он попросил вас, ну хоть что-то заработать и как-то. Да, да, да. Мы находимся здесь сейчас с вами и хотим продемонстрировать свои таланты. Это наши стихи, написанные нами от души, от чистого сердца, специально для вас. Наложены на нашу музыку. Просьба не судить строго. Всем приятного прослушной и доброй дороги. Кто нам чем поможет, мы вымучим, премногу благодарны. А пока поехали. Все основано на реальных событиях и на наших чувствах. Я-я-я. Добрая музыка, да, я. Согласен. Делать, как я, в идеале нельзя. Я верю ей. Без себя не обманывал сам. В них полный зал, руки вверх, за нее читаю. Музы, мечта моя, та, за кого подскрываю. Уйду и знаю, ты же знаешь, я сейчас серьезно. Мне нужен воздух, целую беды и я небо, как доза. Я, увы, прекратил, мне отрывало кабину, пока не стал пустым. Два года пролегте, жить мимо, учились за этим жить. Тут материально, но не духовно, тем не менее. Духовный рассказ идем в сторону хип-кома. Он вектор моей жизни, а вот плоды, а тут роберт. Поехали, Валерий Кричко? Поехали мы, там проехали станцию 7, собрали тысячи с чем-то рублей. То есть купили сразу, третий нас поехал просто подержать, посмотреть. Купили три шаурмы, на остальные деньги купили на общаг, накормили всю бригаду. Скромно, но накормили. Пацаны были в шоке. С денежкой вернулись. А сколько примерно вы работали? Час, два, три? Ты слушай, мы станцию 7 вот так проехали, да? Все равно такой мандраж был, мы не знали, что делать. Я такой, Диман, справимся. Открываю дверью. Всем добрый-добрый вечер. Мы такие-то, такие-то ребята приехали из города Волжского. Работаем честно на вахте, но наше недобросовестное начальство не оплачивает нам труд. Мы попали в неловкую ситуацию, но мы кое-что умеем. Сейчас продемонстрируем, и тогда мы прям говорили, если кто-то нам чем-то поможет, то мы будем очень рады. Знакомьтесь, Дмитрий Чевычелов, сокращенно просто Дима Чел. Диман, очень приветствую познакомиться. И на самом деле ты первый, кто уехал в Москву из Волжского, ну из вашей компании. Зачем ты поехал? Тебе же было там 22 года примерно. Чего тебя потянуло-то? Это была моя первая любовь. Она уехала в Москву, и мы расстались. И меня это настолько мотивировало вернуть эти отношения, что я просто не думая уволился с работы. Взял кредитную карту на 30 тысяч рублей и поехал в Москву. Поехал в Москву, купил себе новых вещей, снял квартиру со знакомыми. И начал изучать эту Москву и вникать вообще, как живет город, чем он дышит. Любовь-то удалось вернуть? Да, она сама вернулась. Через две недели мы опять повстречались год, наверное, не, меньше, там, несколько месяцев. И она опять меня бросила. И я остался в Москве, она уехала обратно в Волжский. А вот здесь как раз происходит переломный момент в твоей жизни. Вот хочешь задать тебе вопрос? Ты вообще к чужому мнению как относишься? Нормально, положительно, и критику люблю. А если тебя критикуют и говорят, что ты дурак? Офигенно. Классно? Да. Ну вот здесь я к чему тебе этот вопрос ставлю? Друзья, вы поймите правильно. Я знаю, что по-разному к тебе отнесутся. Скажут, вот учиться надо было и тебе не по электричкам. Но это, твое хобби, начало тебя кормить. И вы на следующий день снова пошли по электричкам. Снова пошли. Уже оставили себя по рублю на кармане. Опять накормили всю бригаду. В следующий день еще больше денег. По 2 рубля уже в кармане. Опять накормили бригаду. И бригада стала рассеиваться. Им стало тяжело. Кому-то некомфортно, что мы их кормим. Денег не платят. Работодатели на абонент сели, отключили телефон. И начала потихоньку рассеиваться бригада. А у нас целая общага двухэтажная. Нас остается трое. Те, кто двигается в электричке, спи в любой комнате, на любой койке. Делай, что хочешь, девчонок приводи. Ну, то есть молодежь, как бы вы еще молоды, как бы силы энергии приводите. И при этом третий человек, который изначально не захотел с вами идти, когда увидел, что вот в этом кармане есть бабосик, и ты можешь себе что-то купить, он уже сразу подключился. Да, это Егор Гордиенко с города Волжского. Также мы с 10-го года с ним читали. А с Диманом, с Чевучеловым, Димой Челл, с 2004-го года мы начали с ним читать. Дальше ты чем дело закончил? Сколько вы там прожили в этой общаге? Месяца два у нас было. Она вперед была проплачена работодателями нашими. Месяца два. И так двигались, двигались. Но мы хорошие деньги получали, и мы откладывали себе на квартиру. И в итоге вы возвращаетесь обратно в Москву с этого подмосковного городочка? Мы в Перово находим квартиру, так как еще у нас нет такого опыта в выборе квартиры, общения там с риэлторами и с теми, кто их сдает. Находим однушку за 40 тысяч в Перово. Еще не понимаем, что это в принципе дорого. Но она классная, прям новый, новый, свежий ремонт, и в ней никто не жил. И 40 тысяч еще, естественно, депозит. У нас на тот момент 60 было на руках. Мы договорились, депозит на два месяца разбить. И вот так жили. И работать вы чем занимались? Вот ходили в электричку, все, Перово, вот она станция, вышел, сел, поехал. Наш любимый вокзал, туда-сюда, туда-сюда, каждый день снимает, пишет нам в ВК отзывы, идет вот эта теплота. Рэп.ру сайт нас замечает, выкладывает, короче, у себя информацию. Рэпинфо.ком есть такой сайт, выкладывает. И начинается обсуждение. Во, дураки ходят, попрошайничают. Вот эта тема, на самом деле, очень интересная. И я предлагаю переместиться к вам домой сейчас, в гости, налить по чашечке чая. И вот на ней остановиться детально. Что скажешь? Хорошо, погнали. Гол. Диман, слушай, расскажи, пожалуйста, на протяжении всего этого пути, вот 9 лет ты живешь в Москве, получается. Основной ваш доход, твой и твоего друга, это читание рэпа в электричниках, в метро. А ты еще чем-то пытался заниматься, работать, там, менеджер, не менеджер, что было? Да, в Москве перепробовал вообще очень много. Начал я с менеджера по продажам. Я там работал где-то 8 месяцев, потом оттуда уволился, пошел продавать машины, потом работал стриптизером, работал официантом, работал на стройке в Москве. Это еще не все я рассказал, я не помню просто, но там было очень много профессий у меня. Я пробовал позже уже делать свой бизнес по суточной аренде квартир. Сейчас вот недавно научился ремонтировать кофемашины. Вот такой вот необычный сегодня выпуск. Я вам говорю, я стараюсь вас удивлять. Опять же, подбирать людей таких, чтобы это было, ну, интересно, смотреть что-то необычное. Потому что то, чем занимаются ребята, я думаю, вас немного удивляет, кого-то впечатляет, кто-то скажет, а, все не так. Но обратите внимание, мы заходим к Диману в данный момент на рабочее место. И это один из способов твоего дохода, правильно? Да, совершенно верно. Диман, слушай, расскажи, пожалуйста, нахера ты этим занимаешься, что ты делаешь, сколько ты на этом зарабатываешь? Как я понял, ты их покупаешь бэушные, сломанные? Ну, расскажи. Как произошло? В общем, когда я потерял свой бизнес по суточной квартире, мне нужно было что-то искать. Я начал думать головой, что же мне делать? Я вспомнил, что когда приходили, чинили на этих квартирах технику, это дорого, холодильники, машины просто дорого брали. Я подумал, блин, это же классно, надо пойти хотя бы, пока я что-то не придумал новое, начать чинить холодильники какие-то. Я пришел туда, мне сказали, не, холодильник фигня, на работу пришел. Сказали, чини кофемашину, это самое было топовое. Я заплатил 15 тысяч, обучился кофемашину, отработал в сервисе, и понял, что теперь я могу делать это сам. У меня есть постоянные клиенты, я ремонтирую кофемашину. А теперь у меня недавно пришла в голову идея. Если, допустим, взять, купить на Авито задешево бэушную кофемашину, то можно сделать ремонт, я знаю, где взять запчасти. Сделать ее именно для людей, чтобы она работала, не сломалась, сделать ей полное комплексное ТО. И продать это людям. Ну вот сколько вот это стоило? Вот это 12 тысяч, а я ее взял за 4. И ты ее, получается, отремонтировать, что здесь вообще сломано, можешь сказать? Дело в том, что здесь сломан вот этот вот ниппель, а он стоит 250 рублей. Я его просто заменю и отвезу, уже клиенты есть. Я делаю так, даже если кофемашины нету, я заранее выкладываю объявления кофемашины модели, уже есть клиенты. И я тогда иду, покупаю кофемашину, которую они хотят, чиню ее и им отдаю. То есть это новье, я вот недавно только стал этим заниматься. Пока за 3 дня я заработал на этом, ну здесь вот 12 минус, грубо говоря. Ну 8 тысяч. 8, да. И продал ту кофемашину, у меня выхлопа был 6, получается 14. И до этого еще я продал машину за 25 тысяч, она вообще мне досталась бесплатно. Короче, вообще красава, почти 40 лет уже, блин. Да, то есть... За 3 дня. Да, и когда я продал вот именно машину, самую, которая мне досталась, 25 тысяч, подумал, блин, надо делать еще. Просто бывает так, что клиенты, ты приходишь к ним на заказ и им говоришь, цена ремонта будет стоить столько-то, столько-то. Они, да не, короче, забирай, она нафиг не нужна тебе пригодиться, прямо отдают, то есть кофемашина бывает просто. Слушай, Диман, ну короче, получается так, что, блин, в любом случае, вот в тебе какая-то такая изюминка предпринимательская есть, то есть там с руками, потому что ты, получается, и холодильник можешь отремонтировать? Нет, холодильник я не стал учиться, я пошел на кофемашины. А бизнес на посуточной аренде, у тебя же своей-то квартиры нет, это ты что делал? Я арендовал квартиры, я потом встречался с девушкой, с другой, она говорила, на тебе 100 тысяч и сделай что-нибудь с этим. Я начал строить бизнес по суточной аренде квартиры. То есть ты брал чужую квартиру на месяц и пересдавал ее, а хозяева-то знали? Да, конечно, я делал все, я открыл ИП, у меня был договор, что я могу сдавать третьим лицам, как бы вообще было все легально. Ну, а что, не пошло, что ли, или что? Нет, дело в том, что случился карантин, и всех когда закрыли на самоизоляцию, у меня было вообще клиентов, а мне надо было держать свою квартиру, еще три. Чужих, то есть четыре квартиры без дохода я должен был держать в аренде, соответственно, я начал их скидывать и вообще остался без этого, забрал депозиты и все. Итак, мы с вами залетаем в гости к ребятам, это однокомнатная квартира с балконом, площадь примерно 38 квадратов, они ее снимают за 35 тысяч рублей. Тридцаточка аренда и 5 тысяч коммуналка. Я вам хочу просто показать вот этот быт двух парней, которые друзья, живут, как это все происходит. К нашему приходу они так маленечко навели порядок. Я обратил внимание, что один диван, я говорю, это что, парни, вы на одном диване? Нет, здесь ситуация следующая. Есть еще матрас, соответственно, один спит на диване, другой спит на матрасе. Я говорю, а почему так? Ну, Диман, это другой, да, Диман второй, он первый зашел, он внес депозит, он чуть-чуть дал денег больше, поэтому распределили так, что как бы будет честно, что он получает себе диван. Все по-честному, все по-мужски. Значит, здесь у нас балкончик, вот такая, в принципе, уютная квартирка, никаких изысков, поэтому смотрите, анализируйте, представляйте, что здесь живете вы. Короче, жизнедеятельность идет, парни тут в каждый момент пытаются что-то убрать на место, прибрать. Поэтому, на самом деле, честно скажу, довольно-таки чисто в квартире, ничем не воняет, знаете, нет такого, что мужская хата, холостяков, которые тут тусуются, да нет, в принципе, все чисто. Туалет, ванна, понятное дело, тоже. И здесь мы заходим на кухню, вот такая небольшая кухонка, в принципе, тоже уютная. Тот самый матрас, на котором спит один из людей, готовят, показывая вам атмосферу, да, быта их, чтобы вы могли окунуться. Пожили они и в хостелах, пожили они и в комнате, и в общаге, и в других квартирах. Сейчас проживают вот в этой, последние, если не ошибаюсь, три месяца. Мы с вами перемещаемся, Диман. Да. Пахнем чая за знакомство, все по-взрослому. За мечты. Да, слушай, когда я с тобой познакомился, один из первых вопросов, который у меня прокрутился во голове, что у тебя что-то не так с прикусом, что тебе, наверное, надо брекеты поставить, но сегодня выяснилась ситуация такая, что ты с детства увлекаешься рэпом, вся та самая история, я думаю, многие из вас ее вспомнят, я сам когда-то носил широкие штаны, и в 14 лет на тебя напали скинхеды, и которые просто хотели тебя убить, в прямом смысле слова. Да, было дело. Гуляем по площади, центр города Волжского, идем в самый конец, там есть старая школа, самая старая, самая первая в нашем городе, доходим до нее, там темнота, и мы просто слышим, что кто-то бежит из-за елок нас окружают. И так получается, что у нас было 4 человека, очень широкий прикид, мотня по колено, куртки с мехом только пошли, кепки Ньюера с прямым козырьком. 2004 год, было тяжело это все достать, мы находились в Волжского, ездил в Волгоград. Суть в чем? Они кричат, ротор, ротор, мы понимаем, что это болельщики, у них у всех гриндеры, камелоты, помнишь такие ботинки с металлическими? Тяжелые, конечно. Да, тяжелые. И вот мы бежим, бежим вчетвером, трава, лесопосадка, елки, и я спотыкаюсь об трубу. Спотыкаюсь об трубу, падаю, что я вижу картину? Три человека убегают, и один, ну так сказать, самый неуверенный в себе, самый слабый, он просто идет, поднимает на них кулак. Поднимает кулак, его начинают бить. Я считаю, что он мне спас жизнь. Чем? Десять человек бьют его, десять меня. Если бы меня били двадцать, наверное, не довели дело до ума. Бьют, 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 я валяюсь, прыгают на моем теле, ребра. Один говорит, давай расколем череп, начинает двумя ногами прыгать на черепе, не колется. Все, что я видел, разноцветные камелоты, больше ничего не видел. И спасло тебя то, что ты притворился трупом. Да, у меня настолько был болевой шок, что я чувствовал как будто футбольный мяч. Удары были вот такие глухие, я уже боли не чувствовал. Болевой шок, это просто нас спасает очень сильно. В итоге прыгают, прыгают, прыгают. И когда говорит один слово «батон», то есть я мертвый, я прикидываюсь мертвым. Ты на стенге. Да, да, я не потерял сознание, представляешь, от этого всего. Но когда я прикидываю, что потерял сознание, умер, контрольный в голову, короче, и все, и убегает. И это тебе было 14 лет? 14 лет, да, 14 лет. Я не знал, что со мной, я сам встал, пошел пешком, дошел до памятника. Там уже скорая, полиция, вся суета. Отец Димана, чего-чего, кого мы сегодня увидим, сажает меня в машину и говорит, тебе надо, короче, в больницу, от скорой, я сказал себе, не, мне не надо. Думаю, куда мне ехать? Мама беременна, мне нельзя туда, да, очень сильно у нее нервяк будет. Еду к бабушке с дедушкой, я захожу просто к бабушке с дедушкой, бабушка падает, теряет сознание того, что меня видит, я в хлам избитый просто. Я не знаю, как на ногах стоял. Дед меня несет в ванну, и вот я, по-моему, там нащупываю, у меня челюсть, короче, гуляет кусок, то есть она где-то так сломалась, выбез, да. Я лежу до утра, уснуть не могу, и утром у меня болевой шок отпускает под утро, 4-5 утра, я понимаю, что я очень сильно травмированный, я думал, что со мной все нормально. Мы едем в больницу, сломан нос, сломан челюсть, сломаны ребра, рука, гематома. Короче, весь-то сломаный. Гематома на моей голове была, это в тот момент длиной с палец, она была мягкая, вот такая, как инопланетянин. Я таких людей не видел, стоял мой кент одинаковый такой, и я. Вот таких размеров была голова, больше, короче, на палец ровно. Мы вот так мерили, она вдавливалась полностью, гематома, представляешь, вот так это. Ребята, я прекрасно понимаю, что кто-то, возможно, из вас сейчас дома, семейная, но это вот живая история человека, 14 лет. Слушай, Диман, я вообще всю беседу нашу хочу построить именно в ключе того, что ты русский рэпер, вот тебе 31 год, последние вот 7 лет ты зарабатываешь исключительно рэпом, рэпом, путем того, что ты ходишь по электричкам плюс метро, ну, сейчас больше по метро, по Москве. Сейчас исключительно. И тебя это кормит путем того, что ты от этого берешь деньги на покупку, на съем жилья, покупка еды, ты любишь одеться, как любой рэпер, у вас крутых там костюмов, кроссовок всего полно. В этом сюжете у меня был специальный корреспондент, который специально сходил с Дмитрием в метро и по-живому заснял процесс рабочий. Обычно они приходят вдвоем, но сегодня он для видео специально вот выходил один. Значит, что это за специальный корреспондент, я вам чуть позже расскажу. Вы его знаете. Подобрую фоновую музыку, которая играет сейчас фоном, я расскажу о том, что с вами, в принципе, мы не знакомы. Ставлю колонку на пол, там играет музон, а я принес капельку добра в этот вагон. А вы читаете книгу, но нам обложку не видно. Это создавало даже некую интригу. Еще перфект написано на вашей шапке. Я надеюсь находиться в ней в вагоне не так. Мы подъехали, смотрите, откроются двери. Можно сейчас запечатлеть вот это мгновение. Они прислонятся, написано на них. И эту информацию я тоже вставил в стих. Красивый пакет, новогодний он такой. Можно я немного ее потрогаю ему рукой? Любите музыку, любите друг друга. Это теплая импровизация, всегда. Беговая, дальше будет станция. И никто в вагоне нет, не соблюдал дистанцию. Красивые часы, розовый браслет. И за это в твой адрес засылаю я респект. Классная куртка черного цвета. Еще и капюшон на капюшоне, там было заметно. Точнее мех на капюшоне, так хотел сказать. Букву З забыл, с остальными я связать. А без улыбки мы не полностью одеты. Без улыбки мы не мы, мы не мы. Не дружи со мной, если не до старости. Если не до гроба, значит не пробуй любить. А вы засняли все на камеру, сделали правильно. Импровизирую я, значит, для вас далее. Красивый маникюр фиолетового цвета. У девушки в шубе, и с телефоном заметно. Что за станция нас ожидает с вами далее. Беговая, правильно, такое вот название. Красивый маникюр, им чесать спинку приятно. Я надеюсь, что читал, я в принципе внятно. У вас доска, и рядом там мобильный телефон. Жизнекрасочный и добра вам дом. Фиолетовая ветка, конец песни. С вами Дима Брол. Это просто больно. При этом ты женат. У тебя есть ребенок. Вот расскажи, пожалуйста, на протяжении всего этого времени тебя как-то это не напрягало, что вроде как ты хочешь, песни поешь, а не идешь, как вот, говорят, надо работать, надо нормальным человеком быть, работать идти. Вот выскажи свою позицию. Я пробовал работать, мне это не нравится, мне по душе там 3-5 дней, неделю, у меня нервяк в офисе сидел, тоже пробовал работать, что-то продавать, какие-то услуги. Мне это не нравилось, напрягало. Я шел туда, я иду в метро, я получаю деньги, я получаю подписчиков. Дальше мне люди пишут, пишут, это мои потенциальные клиенты. Я их начинаю дорабатывать у себя в институте, мы с ними общаемся, я говорю, какие услуги я могу им предоставить. А что это услуги предоставить? Ведущий, ринг-анонсер, написать песню, написать стихотворение, приехать вживую, выступить, написать именное поздравление на день рождения. Что угодно, любую сферу возьми, касаемо музыки, подарка, выступление, работа с микрофоном, сцены, без разницы, за что берусь. Слушай, ну это единственный, наверное, город в нашей стране, где вот такой человек, как ты, вот легкий, с точки зрения, что ты не хочешь работать, но при этом у тебя есть желание зарабатывать именно творчеством. И именно здесь только ты мог найти работу там в ринг-анонсе, это когда кто-то выходит, да? Леди и джентльмены, дамы и господа, а сейчас приглашается Муслимов Магомед. Короче, у тебя тембр голоса очень крутой, да? И как бы народу это очень сильно заходит. Ну что ж, прошлись мы по московскому метрополитену, 3-4 вагона в стиле импровизации. Что у нас получилось по деньгам? Малые рубли где-то 600-700, как я понимаю. Но у людей складывается такое впечатление, что мы снимаем блог, делаем контент, и типа мне бабки не нужны. Вот, они просто акцентируют свое внимание на другом. Есть такая вещь, если ты что-то еще привязываешь к этому делу, то это их отвлекает. А сколько вообще вот эта деятельность приносит? Вот смотри, давай так, какую-то среднюю вилку по году, да, там, в среднем, плюс-минус в месяц, сколько можно заработать, читая трэп в метро? Трешка, это средняя. В день? Трешка, вечер. А вечер это сколько, час, два, три? После часиков семь выходишь, может до 11 покататься. Трешка, это среднячок. Бывало, что я за один поезд собрал 19 тысяч. Один поезд, это много, я доехал от Октябрьского поля до Выхина, это заняло полчаса, я 19 тысяч рублей собрал. Люди мне настолько брали на фонд и не верили, что я импровизирую на ходу, и они начали, а вот на эту тему можешь, а поменяй музыку, а я все могу. Я пик-пик мне на карту, пик-пик-пик, наличка, пик-пик, 5 тысяча, 500, танц, танц, танц. Ну что, у тебя голову скружило? Конечно, мне голову скружило, я выхожу просто 19 тысяч рублей, один поезд, полчаса движухи. Ну что ж, мы рады поприветствовать вас у себя в гостях, с вами Дима Чел и Дима Фрол. Гринтаун Саунд, для вас стекло. Позитивная песня такая, с хорошим настроением, с классным посылом в этот супер солнечный воскресный день. Вы слышите это прямо сейчас, ну что, вы готовы? Поехали! Мы все такие разные, но так похоже, в погоне за финансами хотим еще больше, называем время жизни, оно сушит кожу. Небо, на что оно сейчас похоже, снова холодно, и я забываю текста, теперь фристайл, я сделал это сам, и снова есть повод улыбаться другому, тут камера снимает, и все по-любому. И снова верю любви, не опускай руки, будь сильным духом преодолений других, и вопреки всему, стой твердо на своем, ведь истина недалеко, когда-то все ее найдем. Прибыл в столицу спонтанно, прибыл в столицу спонтанно и с пустым карманом, да, вдобавок шмак ерваном, хотел разбогатеть, а стал беднее бедного здесь, материально, но не духовно, тем не менее, а духовно рос каждый днем, в сторону гип-хопа, он вектор моей жизни, а вот плоды от утробы, в mp3 формате только обработал свежее, это первый слушатель, да. И снова есть повод улыбаться другому, нас так много, но мы не знакомы, давай добротой сердца наполним, давай меня, отец, а ты прямо сегодня. Изначально, когда смотришь на парней, такое ощущение, как будто бандиты. Но на самом деле, когда ты слышишь их текста, их песни, их речитатив, ты понимаешь, что добрейшей души люди. И самый-то прикол в том, что вроде бы звучит неплохо, там, ну, 3-5 тысяч можно сделать, то бишь, если так посчитать, то в месяц 150 тысяч ты можешь зарабатывать? Ну, сотка такой, среднячок идет, да? То есть, соточку это много, а в Волжском сколько в среднем зарплата? У меня 10 тысяч был оклад, 0,3% от каждой котировочной заявки или аукциона, который я выиграю, ну, двадцатка выходила, были помимо сторонние дела, я ими тоже занимался. Ну, самый мой успех, наверное, месяц полтинник был, да, в Волжском, но это было очень много для такого города в те годы, мне было 20 с чем-то лет. Ну, я думаю, сейчас там особо ситуация сильно не изменилась. Нет, ты приехал за 20 тысяч, а больше 15, да, ничего такого особого. Это как раз, друзья, к слову о том, что зачем люди едут в Москву, особенно молодежь. То есть, там бы ты со своим рэпом бы сидел бы, он бесплатно по габакам песни пел бы и ничего бы оно не приносило бы вообще. Да, да. А здесь ты, как бы, и денег делаешь. Диман, слушай, покрутился, повертелся за 9 лет, ну, откровенно, ни в коем случае не пытаясь лезть в твою команду, просто интересно, удалось хоть что-то на сегодня скопить или, как бы, баланс на карте серии, это баланс на ближайший месяц, не более? Ну, если честно, сказать правду, сейчас у меня есть 2 миллиона рублей. Я считаю, что я разноплановый человек, и одна моя сущность это рэп, мне это приносит удовольствие, я получаю эфорию, когда именно исполняю. И я просто люблю творческий человек, мне нравится вообще медийность там, или что-нибудь там выйти ведущим рассказать, поработать. В общем, в этой стезе я готов двигаться, меня это вдохновляет. То есть, на момент февраля 2022 года основные твои доходы, это, получается, ты читаешь рэп, раз, с Диманом, вы вместе, правильно, школите? Ты занимаешься кофемашинками, которые ты показал, два. Да. И еще есть музыкальные поздравления, я хотел монетизировать свое творчество и, в общем, придумал тот момент, что писать можно для людей и для их близких. Это очень классная, кстати, тема, потому что где-то 90% людей, они начинают плакать. Но эта песня про них, и они видят всякие моменты. У тебя примеры же есть в Инстаграме? Да, есть, есть записанные слезы, просто не все присылают в плохого качества, бывает, я их не выкладываю, а так есть хороший контент, где можно увидеть, как человек растроган после этих песен. Мы делаем мою душу реально, мне оно это нравится. Мы переносимся дальше, убрали мы все со стола. Диман, покажи свое оборудование, расскажи кратко вообще, сколько это стоит, сколько это приносит денег с точки зрения, как это часто ломается, что это вообще такое? Колонка Макс Q71, есть такая же Q70, она просто отличает цветом, серая. Так, она стоит 5000 рублей, 5000 рублей. На авито находил иногда за 1500, 1700, 2000, 2000. Оптимальная цена и качество. Классный звук, когда я на улице, я человек с портфелем, в нужный момент я вытаскиваю ее, я уже человек с колонкой артист, да? 5000 это потолок лица, она самая дорогая. Микрофон 1000 рублей, обычный Sony, идеально подходит. Слушай, ну вот недорогая колонка, недорогой микрофон, а звук вообще с точки зрения качества, он хороший? Да, да, хочешь чуть-чуть продемонстрирую? Ну давай. Слушай, я даже предлагаю не то, чтобы чуть-чуть продемонстрирую, друзья, когда человек специалист и крутится-вертится, ему, как говорится, подготовка не нужна. Поэтому следите за тем, что у нас идет один дубль, мы ничего не режем. Я предлагаю тебе, не знаю, надо тебе в микрофон или в наш, как уж тут правильный, да, включи сейчас какой-то биточек на фон. Я думаю, что стоит читануть рэп в день воскресный сегодня, на момент выпуска. День чудесный, люди с семьями, и их нужно зарядить позитивной энергией. Не вот это то, что все плохо, все хреново, а что завтра будет еще лучше, чем сегодня. Согласен с тобой? 30-60 секунд. Сделаешь ли? Йоу, йоу, йоу. Временной интервал 30-60 секунд. Мы находимся с Диманом на квартире тут. Сегодня день какой? Сегодня день воскресный. И всем семьям я дарю эту песню. Любовь, соединение и мнение. Дальше там рода будет, йоу, у вас продолжение. У микрофона кто? У микрофона Дима Фролл. А это Дима Машков. Йоу, камон, камон, пожмем руку. Это будет в кадре. Мне с тобой было очень общаться, приятно. Классная колонка под названием Макс и биты. А я пока кручу и слов тебе хинты. Это всем семьям с любовью и пониманием. Импровизируем с Диманом просто далее. Это всем семьям в день воскресный. Я дарю вам эту песню, пусть все будет чудесно. Слушай, Диман, ну прикольно. А как так вот интересно? Ты вот сходу все это всегда сочиняешь. Бывает такой день, что не получается сочинять сходу? Нет, прикинь. Я, короче, в 2004 году попробовал. То есть ты всегда можешь, короче, сходу что-то исполнить. Я выключил. Да, выключил. Просто хорошо, друзья. И ты по три часа о связке. Я вот иной раз мы бывает снимаем сюжет, потом все равно тяжело. То есть целый день говоришь, говоришь. Я натренировался. Я бывал, мог читать метро электрички 7-8 часов подряд. Когда сильно приспичивал, нужна большая сумма бабок. А хочешь десятку собрать, цель себе поставишь. Пока, короче, не соберешь, не уходишь. А когда вот цель себе ставишь, то, что бабок собрать, оно есть мотивация, что прям хочется прям очень хорошо читать? Да, да, да. Ты просто идешь до Талова. Смотри, мы раньше просто читали в метро электричке свои песни, тракографию выбирали добрые. Я дошел до этой ступени, что все там, короче, испробовал, все прощупал. Мне это стал интерес, перестал приносить удовольствие. Я хотел перепрыгнуть на новую ступень. Фристайл я умел читать, но делал это в кругах своих, в квартирах, и не думал, что это можно выносить на люди. И понимал, что там мне будет сделать это страшно. А если страшно, значит правильно. Значит, тебя туда зовет, тебе надо преодолеть. И вот я захожу однажды в метро и просто включаю рандомный минус там. И начинаю импровизировать за то, как мы едем. И меня эта тема вставляет, она мне дает новых ощущений. И еще больше бабок, и еще больше людей, их внимания. Я как будто сходу залетаю без слов. Тут никто сейчас не наблюдал снов. А Клябрьское поле, дальше будет станция. Двери открываются, внимание, пространство. Я его, конечно, заполняю этим звуком. Я читаю микрофон, этот илитит муха. Вам спасибо, Йо, за ваш теплый слад. Только полный вперед, или шагу назад. А это что за портфель? Это фирма Фила. И тут по ритме Йо, подходит мое имя Дима. Желтые очки, стильные такие. Расскажите, а в каком магазине прикупили? Хотели зажигалку? Это было прикольно. Я делал рэп таким, чтобы каждый был довольным. Как всегда, о погоде, минус пять по Цельсию. Я смотрел и питывал во все процессе. Этот сумм написано на оранжевом пакете. Значит, эту надпись Йоу я озвучу в рэпе. Фиолетовая ветка. А вам спасибо за внимание. Добавлю я сюда любви и понимания. Без улыбки мы не полностью одеты. Без улыбки мы не мы, мы, не мы. Не дружи со мной, если не до старости. Если не до гроба, значит не пробуй любить. Если просто артист заученную песню поет. А тут на ходу кто как одет, какая станция и так далее. Ну да, прикольно. В этом прикол. Друзья, если кто-то его встречал в метро, пишите в комментариях. Передавайте привет. Скажи, пожалуйста, вот тебе на момент 31 год, на момент съемки, скоро там в июле у вас будет по 32 года, как выяснилось, там разница 6 дней. Ты себя комфортно чувствуешь? Тебя не смущает, что ты сейчас живешь там с другом, там 9 год, то есть нет жены, нет ребенка. Как это вообще? Ну вот дело в том, что вот два года с лишним я пытался построить семью. Как раз я сделал свою цель и отношения, так делать нельзя. И в общем я потерял себя в этом. И сейчас вот я понимаю, как мне надо двигаться в том плане, что мне нравится творчество, надо в этом направлении двигаться. А то, что у меня 31, как бы я живу с другом и так далее, в принципе я могу и один жить, но это просто неэкономно. Мы с ним скидываемся, это очень экономно мне. И мне не хочу жить один, если честно, потому что мне тоскливо начинается, мне нужно как-то туда. Значит, для справедливости я отмечу, что Дима Чел тоже старается двигаться для того, чтобы где-то засветиться. Он принимал различное участие в конкурсах на ТВ. Также он сейчас готовится для того, чтобы выступать в боях. Наше дело, такой проект есть на Ютьюбе. В общем, ребята творчески по-своему шевелятся. Но оба отмечают, что по-своему они ленивые. Могли бы достичь гораздо большего, если бы не лень. Ты живешь сейчас в Москве, здесь такие крупные, различные, отечественные лейблы, известные рэпер Баста, у них есть Газгольдер. Ты не пробовал в подобные конторы прийти и сказать, ребята, есть я, у меня есть талант, я хочу попробовать стрельнуть. Как вообще? К сожалению, нет. Я вот считаю, что сейчас только остепенился, так сказать, да, и сейчас эти мысли стали появляться. Я не могу назвать причину. 59 лет. Да, не могу назвать причину, почему раньше их не было. Но сейчас бы мне хотелось на классный лейбл, хотелось бы сделать так, чтобы у меня на iTunes везде были треки. То есть я полностью к этому готов и упакован, да, считаю. Вот настало время выступать. Дошло до той ступени, что я научился передавать свой опыт людям. И даю уроки по фристайлу. Люди через 2-3 урока уже умеют читать. Пусть какие-то азы, база. А помните, у нас на канале был сюжет с Тимофеем. Это тот самый парень, который нас приглашал в гости. Живет он на севере Москвы. Жена его давала нам комментарии, Екатерина, у которых большая квартира. И вот знаете, к чему я про него вспомнил? Потому что он здесь. И стоит он здесь неспроста. Здорово. Тимоф, ты мне написал про этих ребят. В частности, про Диму Фролла. Он мне написал вечером, мол, есть офигенный парень, контент будет просто пушка. Самый прикол в том, что ты условно, относительно продюсер его с этого года. Расскажи, как ты с ним познакомился, чего, как, вот эти подробности. Ехал в метро год назад где-то. Также увидел, он читал рэп. Ну, я подписался на него. И тут, помнишь, я тебе говорил еще в нашем выпуске, что тоже думаю о чем-то снимать. И понимаю, что хочу в медиасфере развиваться. И мне интересно тоже вот поучиться музыке. Вспомнил так. Ну, а что мне нужно, чтобы стать, ну, исполнителем там, или петь, или читать рэп тот же самый. Как минимум надо окружить себя людьми теми, которые в этой сфере крутятся. Вспомнил, кто у меня есть. Вспомнил, что есть Дима. Написал ему. Говорю, а ты уроки можешь дать? Да, пожалуйста. Приехал, научил меня читать. Потом я детей своих ему дал, чтобы они тоже почитали. И тут и подумал, вот тоже он в этой сфере двигается. Я хочу двигаться. Надо как-то развиваться. И вот мы решили вместе объединиться. Подумали, а почему бы не записать сюжет такой про него. В том числе у тебя на канале. Потому что, ну, в принципе, мне кажется, он такой контрастный будет на фоне всех. Это будет пипец, какой контрастный сюжет. Просто смотрите, вы вдумайтесь, у тебя трое детей. Трое детей. Трое. У Димана Фролла один ребенок. У второго Димана Челла. У него пока детей нет. Но сам факт того, что вам всем больше 30 лет. А вы рэп, они читают, собрались. У тебя в этом году, в этом году, ты себе поставил цель за год стать рок-звездой. Рок-звездой. За год. Ты Тимофей Рокстар или как ты там? Тима Рокстар. Тима Рокстар. Я реально, вот у меня прошлым летом, что-то, сидим с друзьями. А кто кем хочет быть? Ну, там один я депутат, там-то, эдко. А я рок-звездой хочу быть. Все-таки, да какой-то, какая из тебя рок-звезда? Я такой, и меня это как-то задело. Такой, а вот, вот, блин, возьму и сделаю. Я вот просто понял, как примерно двигаются люди в Ютубе, что нужно, чтобы залететь. Короче, ты понял так, что особо таланта там не надо. Таланта не надо. Талант нужен, маркетинг нужен. Вот они классно читают все, но маркетинги не понимают. Я же понимаю в маркетинге. Но не умею петь, не умею музыку делать. И я вот подумал, вот пусть они меня по музыке потянут, а я их в плане маркетинга. И так вместе за год мы чего-то добьемся. И вот интересно, вот. Но я же еще работаю параллельно, как бы это мое больше, ну, как хобби. Вот я выходные и вечер посвящаю этому. А так-то я, ну, работаю в отличие от них. Ну, они же тоже вечно кофемашины. Продюсер знаете какой? Когда-то полгода назад уже было. Короче, по всем новостным изданиям, в том числе, там, Артемий Лебедев, вообще все. Он достал ствол и начал стрелять. В Москве из Лексуса без номеров обстреляли автоблогершу. Мэш публикует какой-то видос, где какая-то баба рассказывает о том, как она выезжала из какого-то двора, типа подрезала какой-то Лексус, а там оказался какой-то нервный хер, который достал пистолет и начал по машине стрелять. И она показывает нам машину, показывает вмятины, следы от пуль. Короче, полный пиздец. Но это видео интересно только, если мы смотрим ту обрезанную версию, которая была опубликована на канале Мэш. А если мы смотрим полную версию этого видео, то видно, что это просто абсолютно тупейшая постанова. И баба просто делает такую инсценировку и рассказывает о том, что следы от пуль на машине и так уже были. Просто ей пришла в голову мысль сделать вот такой вот репортажик. Но я хочу сказать одно. Поскольку это была постанова, это были реальные съемки социального ролика, эти дыры, повреждения на машине, они уже были. Я жду с ними уже очень много времени. И со мной все в порядке, с машиной тоже настроение класс, чего я вам желаю. Вот он, продюсер. Что ты сделал? Прикол придумал? Ну, это не прикол. Ну, то есть мы снимали... Ну, если я сейчас все расскажу, мне потом скажут, ага, это было все продумано. Нет. Короче, что получилось? Выкладываем сюжет о том, что снимали ролик, кто-то там расстрелял, конфликт на дороге. И жена рассказывает в одном ролике, что вот социальный эксперимент снимали. Но кто-то, я не знаю кто, вырезал середину, отправил ее журналистам, как будто бы это реально конфликт произошел, как будто бы реально в Москве все новости подняли, менты там, все приехали, короче. Что произошло? Мы говорим, ну вот кто-то взял. Кто? Я не знаю, ребят, не знаю. Ну, кто-то это сделал. Короче, слушай, скажи мне, чтобы люди не подумали, что мы какой-то ерундой занимаемся с точки зрения того, что сюжет, подчеркиваю, не такой спирчинка такой неоднозначный. Вы взрослые ребята, но у нас такой диалог идет, и серия как будто нам по 15-16, ну ладно, фиг с ним 20 лет, что мы вот типа рэпом сейчас будем заниматься. Неужели ты действительно, ребята, вот вы вместе, когда общаетесь, вы прямо уверены, что у вас это пульнет, там, пойдет, есть, не есть варик, а вы 100% залетите? Я в этом уверен, вот они почему-то еще не до конца этого понимают. Но я когда себе ставлю цели, я обычно их добиваюсь. И вот мне самому интересно, а смогу ли я? Ну не смогу, ну хотя бы я попробую. Ну и плюс это интересно, это сфера, в которой я никогда не крутился, никогда не занимался музыкой, и вот мне просто интересно, а возможно ли вот так вот с нуля взять и что-то вот добиться, какого-то успеха в этой, скажем так, медиасфере? Слушай, Тимох, а от себя сразу ответь на все комментарии серии, то, что вы дураки, ты дурак, ерундой занимаешься. Твой ответ на вот подобные комментарии, так сказать, хейтеров, тех, кто вас не поддерживает. А может быть и фигней занимаюсь, но мне это приносит удовольствие. Я так абстрагируюсь немного от бытовых своих рабочих моментов, это мне приносит удовольствие. Я немножко погружаюсь в детство, может быть, с ними, потому что это, да, немножко дурачество, вот это вот рэп, там, вау, йоу, у меня там трое детей, я отец, там, я, блин, работаю там на серьезных объектах. А тут это немножко тебя в детство погружает, а что может быть приятнее, чем вспомнить частицу детства, скажем так? А мне кажется, у меня может и получится. Ну, вернее, не может, а по-любому получится. Вот через год, к концу года мы дали себе цель. Звони. Взяли с Димой и записали шоу небольшое у меня на канале, выложили, пока первая часть, но я примерно понимаю, как можно это дальше развивать. Будем пробовать. Тебе в любом спасибо. Спасибо, что приехал. Супруги твои передаем привет, очень крутая девушка, жена назвать, действительно позитивный человек, просто они канал ведут, я тоже посмотрю, ну, прикольно, как бы такая, с характером, действительно вот та самая, когда ты сказал, что она вот сама вообще за любую авантюру, ей самой по кайфу. Я тогда еще не поверил в это. Да, я посмотрел канал реально так. Иногда мне хочется сказать, что все мы с вами люди разные. Но с другой стороны, читая ваши комментарии, знакомясь с вами вживую, я понимаю, что все мы делимся на определенные группы. В прошлые выходные на канале выходил ролик про Андрея Скрипко. Человек с мозгами, который получил хорошее образование, к 30 годам заработал 1 миллиард рублей. Многие накинулись, ааа, все неправда, он не сам, ему все купил папа. А сегодня я вас познакомил с абсолютно другими ребятами, которые по жизни двигаются иным путем. Не забывайте, что спонсором этого выпуска выступала криптобиржа currency.com, ссылочка на которую ждет вас в описании. Кстати, вот в качестве благодарности тебе за то, что пустили домой, все рассказали, вот как реклама, не реклама, друзья, воспринимайте сами. Расскажи, какие услуги ты можешь предложить. Я знаю, что ты можешь свадьбу провести, ты можешь что-то где-то озвучить, объявить, если твой темнор голоса подходит, и ты детей еще учишь читать рэп. Что делаешь, скажи? Ведущий проводил я где-то 5 свадеб постепенно. Росценник там начинал с десятки, 15, 20, 25, когда понимал, что уверенно их провожу. Значит, свадьбы, любое мероприятие, день рождения, корпоратив, на Новый год одевался Дед Морозом, часто в РФ формате Дед Мороза. Друзья, вот такая картина, поэтому в любом случае все контакты на ребят будут по ссылочкам в описании. Кому будет интересно посмотреть какие-то его публикации в Инстаграме, залетайте, смотрите. На другого Дмитрия также оставляем, на Тимофея, в общем, на всех ребят оставляем. Кому надо, залетайте. Если не надо, никуда не залетайте. Проще всего нас найти по хэштегу Добро в метро, вводишь очень много видеозаписи. А так мой Инстаграм Дима Фрол офишал. Ребята прислали огромное количество материала с различных их выступлений, с их работы в метрополитене. Друзья, еще раз. Все ссылочки на них тоже оставлю в описании. Кому интересно их творчество, кто хочет как-то в нем поучаствовать, помочь, если есть такая возможность. Может быть, кто-то из вас, какой-то крутой продюсер, расскажет о. А из них что-то да получится. Все подробности на них в описании. В общем, я надеюсь, вам этот сюжет понравился. Он был со своей харизмой, со своей душой. И вы провели этот час в удовольствии. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Подписывайтесь на Инстаграм канала. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока. С вами Гринтаун Саунд. Мы рады. Спасибо всем за ваше внимание. Всем хорошего настроения. Пишите комментарии. Отзывы, давайте обратную связь. Верьте в себя и следуйте всегда за своей мечтой.